Культура — это всё то, что не есть природа, то, что отделяет человека от природы. Мне могут возразить, что наука логики, логику кому-нибудь читают? Нет? Курс логики читают? Ну, так вы должны знать и должны были мне тут же возразить, что наука логики запрещает отрицательные определения. Да? Да. Подобные тем, как, скажем, в одной энциклопедии было написано «Мужчина — существо по полу противоположное женщине» — «СМУ». Мы смотрим. «Женщина — существо по полу противоположное мужчине». Из этих звукомысленных определений мы, конечно, ничего не узнали ни о женщине, ни о мужчине. Поэтому, казалось бы, это неправильно, нельзя так определять. Но, тем не менее, иногда это делать приходится. Интересно, что первыми до этого додумались не кто-нибудь о богослове. Существует такое понятие апофатическое богословие, согласно которому Бога можно определить только отрицательно. Никаких положительных определений мы Богу дать не можем, просто потому что это выше нашего понимания. Бог — это не то, не это, не это, не это и не это. Еще немного разного всякого. Это, кстати, самое правильное определение монотеистического Бога. Он не имеет определений, он не имеет свойств, которые можно было бы определить. Так вот, по-видимому, для культуры тоже, возможно, только апофатическое такое вот определение. Повторяю, культура — это то, чего не существует в природе. Это все то, что создано людьми. Поэтому можно дать и такое более удовлетворяющую науку-логику определения. Наука — это совокупность, то есть, простите, культура — это совокупность материальных, культурных и духовных ценностей, а также способ их добывания, сохранения и распространения. Вот такое определение, по-моему, на мой взгляд, должно удовлетворять всех. Если у кого-нибудь есть возражения, мне было бы интересно их выслушать. Кстати говоря, по этому случаю можно сказать следующее. Вам, конечно, объясняли про ноосферу, да? Нет. Не, не объясняли? Ну ладно, тогда не будем этого и затрагивать, это очень длинно объяснять. Объясните, вы не имеете в виду. Ну, это существует такая точка зрения, что вот помимо биосферы на Земле, там, других сфер, есть ноосфера. То есть, вот то, что создано человеком, разумным человеком. Сфера разума, иначе говоря. Так вот, понятие ноосферы с этой точки зрения является излишним. Культура — это и есть ноосфера. Это то, что вот сотворено разумным человеком, и чего природа неразумная, создать не может. Теперь, что такое цивилизация? Ну, это очень сложно. Слово «цамо» — это слово, оно гораздо менее, оно гораздо моложе, чем термин «культура». Термин «культура» появился еще в древности, поскольку слово латинское, как вы сами видите. А термин «цивилизация» появился в конце XVII века, только в Европе. И означало он примерно, означало человеческое общество, достигшее определенной степени развития. То есть, там, где есть государство, города, какое-то общественное устройство, государственная власть и все такое прочее. Это происходит тоже от латинского слова «циус», что означает «гражданин». То есть, это гражданское общество, иначе говоря, в той или иной степени развития. Ну, с точки зрения историков, мы ведь когда, собственно, начинаем? Когда, по-вашему, начинается история? С какого времени? Можно сказать, что вот это исторические времена. То есть, их можно изучать историкам. Ну, с того времени, конечно, когда появляются письменные памятники. Потому что только тогда мы можем что-нибудь знать о том, что там происходило. Все, что мы знаем до этого, то, что нам дает археология, это мы просто знаем в самом общем виде, как они жили. Но что с ними происходило, и кто были эти люди, мы оттуда знать не можем. То есть, только тогда, когда до нас доходят письменные сообщения, человеческая история, следовательно, начинается где-то там с конца четвертого тысячелетия до нашей эры, когда появляются первые письменные памятники. И произошло это впервые, ну, насколько сейчас можно судить, может быть, еще какие-нибудь открытия будут. Произошло это впервые в древней Месопотамии, то есть, в древнем Ираке, иначе говоря, и в древнем Ираке. То есть, первая цивилизация, первая цивилизация — это древний Ближний Восток. Чем мы обязаны древнему Ближнему Востоку? Да, в общем-то, всем. Мы даже не представляем себе, как часто мы обращаемся к нему. Наш календарь возник там, календарь, которым мы пользуемся. Наша привычка делить круг на 360 градусов, она оттуда. Потому что у них в основе счета лежало число 60 и число 6. 6 раз по 60 — это 360, соответственно. тот, в свою очередь, градус делится, опять же, на 60 секунд, на 60 минут, а те на 60 секунд. Счет времени произошел оттуда же. Причем тоже очень интересным образом. Они сначала делили сутки таким образом. Значит, ночные часы и дневные часы. Причем дневные, причем каждая часть суток содержала по 12 часов, два раза по 6. То есть, иначе говоря, часы были разной продолжительности, как отсюда следует, да, потому что день и ночь разные продолжительности в разные периоды года, да. Значит, летние часы дневные были длиннее ночных часов, а зимние — наоборот. Ну, надо вам сказать, что на Древнем Ближнем Востоке, вот в Месопотамии и в Египте вообще времен года в нашем понимании нету. Там нету весны, осени, зимы, там лето. Есть просто лето и зима. Все. Два времени. Древнем, практически. А потом, когда они стали заниматься астрономическими вычислениями, они поняли, что удобнее сделать часы одинаковой продолжительности и разделить, соответственно, сутки просто на 24 часа. Соединить 12 ночных и 12 дневных и сделать их одновой одинаковой продолжительности. Тогда удобнее считать. Они же первыми создали часы. Конечно, не те часы, которыми мы с вами пользуемся. Это были водяные часы, из которых медленно вытекала вода по капельке. Значит, там были все выделения. И солнечные часы они же придумали. Оттуда же происходят основные религии наши. И христианство, и ислам, и иудаизм. Кстати, все монотеистические религии возникли на Древнем Ближнем Востоке. Я попытаюсь вам объяснить, как это произошло чуть попозже. оттуда происходит первая письменность, потому что, по-видимому, и египетская письменность, она является вариантом вот этой клинописи, которой я имею честь заниматься. А что она выглядит иначе, это объясняется очень просто. Это объясняется материалом для письма. жители древней Месопотамии поначалу тоже рисовали картиночки, как египетские иероглифы, только на глине это очень неудобно, некрасиво и плохо держится. Чуть провел рукой и все. А на папирусе, наоборот, очень хорошо кисточкой рисовать, поэтому там рисуночный принцип знаков сохранялся очень долго, хотя и они потом перешли на упрощенные знаки, которые уже чисто абстрактные, ничего общего с рисунком не имеют, так называемое дематическое письмо и потом уже совсем прощенное. Вот. Все алфавиты, которыми мы пользуемся, включая и наши с вами, происходят оттуда, с древнего Ближнего Востока. Сложным образом наш алфавит, славянский алфавит, восходит к греческому алфавиту. И даже в самом названии это есть. От греческих букв альфа, бета. Альфавит. Только греки теперь называют эту букву алфавита, поэтому алфавит. Да, маленькое отступление. Ну, сейчас уж я все закончу, потом отступление тоже очень любопытное. Основные все наши технические навыки происходят оттуда. И так далее, и так далее. То есть мы буквально, мы обязаны древнему Востоку вот тем, что мы превратились из полулюдей в людей. Математика, например, другие науки, вообще всяк, научный подход, классификация. Понимаете, дело в том, что когда было изобретено письмо, письмо это возникло для очень прозаических целей. Оно возникло для надобностей учета просто, так сказать, бухгалтерии. Столько-то выдано, столько-то получено, столько-то. Потом они поняли, что этими же знаками можно, ну, усовершенствовать, это довольно сложное письмо, я не буду вас мучить, подробностями это ни к чему, можете прочитать в любой книжке, они поняли, что этим же письмом можно записывать все, что угодно, летописи, литературные произведения, молитвы богам, все, что хотите. Но дело даже не только в этом. Есть еще одна очень важная польза от этого изобретения, о которой обычно не говорят. Дело в том, что изобретение письменности дало человеку бессмертную коллективную память, причем неограниченного объема. Значит, в одну человеческую голову не может уместиться столько, сколько можно записать. Это во-первых. Во-вторых, это гораздо надежнее, потому что головы, они смертные. Ведь раньше знания передавались из уст в устаточие, от учителя к ученикам. И эта ниточка передачи знаний очень легко могла прерваться. Жизнь человеческая была тогда коротка. Были эпидемии, были войны, были... человек жил в среднем меньше сорока лет. У нас вот сколь велика смертность, хорошо видно, мы знаем, как они жили из этих текстов. Ну, девочку выдавали замуж лет в тринадцать, четырнадцать. Ну, когда у нее начинались месячные. она рожала каждый год, если не умирала в очередных родах, естественно, часто умирали. В тридцать лет она превращалась в старуху, но она успевала родить с десяток или с дюжину детей, а до нас дошли документы о разделе имущества, наследства, два-три наследника, вот сколько их доживало до взрослого состояния. Самое большее каждый четвертый, а то и каждый пятый только. Остальные либо умирали в младенчестве, либо в более почтенном возрасте, но быстро. Так вот, это позволяло вот эту память хранить неограниченно долго и в неограниченных количествах, что самое главное, пожалуй. Это, кстати, создало новые профессии, это создало профессии собирателей, накопителей и распространителей знания, как бы они там ни назывались у нас, так как на соответствующих языках. Ну, мы бы сказали, это значит, учителя, библиотекари и так далее. Значит, появились библиотеки, соответственно, вот эти собрания. Ведь очень многие знания утрачены. Мы, например, мы многое не знаем, как они ухитрялись это делать. Вы, наверное, все читали, скажем, про тайну Булата, булатная сталь. Есть такая сталь, обладающая совершенно удивительными свойствами, ее воспроизвести пока не удалось никому полностью по-настоящему. Она пока в музеях, никто не знает, как это было сделано. В Эрмитаже, если вы когда-нибудь будете, есть удивительной красоты изделия из эмали. Но эмаль это делается так, это на металлическую поверхность, наносятся соответствующие цветные порошки, потом это обжигается, превращается в такой типа стекла массу, и вот это так сохраняется на веки вечные. Если это еще и на золоте, это особенно красиво, потому что там свет как бы изнутри идет отраженное от этого полированного золота. Это изумительно красиво, но если вы видели эмали, вот скажем, современные, там всегда этот чуть-чуть оплывает контур рисунка, ну естественно плавится же. А вот есть средневековые эмали, где не оплывают. Как они это ухитили сделать? Я спрашивал у техников, технарей, искренне непонятно, уметь выдерживать температуру с точностью до одного градуса. Каким образом они могли это делать? Я не знаю, без соответствующих. Это сейчас довольно сложная задача, а тогда как-то делали. Есть много таких вещей. Причем интересно, что они иногда занимались вещами, которые впервые человек стал заниматься этим просто для удовольствия. Икра ума. Вот известно, что древние Вавилонии не умели решать квадратные уравнения. Они знали, как это делается. Но вот зачем им это было нужно, совершенно непонятно. Не было такой задачи реальной, для которой требовалось бы решать квадратные уравнения. Это была чистая игра ума. Вот что это было. Эти записи способствовали также строительству, разным техническим работам. То есть появляются все новые и новые человеческие профессии благодаря этому. Кстати, появление профессиональных воинов и профессиональных военачальников это тоже очень интересная вещь. Дело в том, что если читать наши рассказы о войне, вообще о войнах, то получается, что всегда побеждает тот, кто храбрее. Да? Так всегда в этих самых историях рассказывается. Мы вот храбрее немцев были. Это неверно, конечно. Ни храбрых армии не бывает. Ни храбрых всех съели еще в каменном веке. Ну бывает, но это уже мутация, так сказать, бывает немного. Армии делятся на умелые и неумелые. Вот какое деление на самом деле. На хорошо вооруженные и плохо вооруженные. На хорошо организованные и управляемые и плохо организованные и управляемые там последствиями. Вот в чем дело. Иначе совершенно невозможно объяснить, почему скажем, израильтяне каждый раз разбивали арабские войска, имея в пять раз меньшие людей и техники и всего прочего. Обвинять их в трусости глупо. Ведь вот террористы, самоубийцы это уж высшая степень храбрости, правда? Куда уж еще храбреет. Они разбивали их, они бывали разбиты, потому что они не умеют. И вот эта профессионализация, которая впервые произошла на Древнем Ближнем Востоке, это тоже вот то, чем мы им обязаны. Всякое дело надо делать профессионально, как следует. Отсюда. Вот очень интересные есть записки, которые писал Наполеон на острове Святую Елену. Он там вспоминал свои походы. Помните, что у него был поход в Египет, один из первых его этих самых. В Египте в это время была такая конница мамлюки. Вот он про них вспоминает. Мамлюки эти были отчаянные храбрецы, великолепные рубаки, дивные наездники, стреляли без промах. И он пишет, что при встрече один на один французский кавалерист не имел шансов против мамлюков. Три французских кавалериста могли держаться против пяти мамлюков. Сто французских кавалеристов всегда побивали 300 мамлюков. За счет выучки. За счет выучки, дисциплины и всего прочего. такого отличает этих самых замечательных воинов, но совершенно полудиких, от настоящей цивилизованной армии. Вот это все мы обязаны этим им. и наша письменность как я уже сказал, она восходит к так называемой западно-семитской финикийской письменности. Это первая в истории человечества алфавит изобрели финикийцы. Тоже, между причем, изобрели для как считается, но я не думаю, что-то мне не верится. Для самых торговых записей своих, там они были все купцы финикийцы. А потом из этого получились многочисленные алфавиты. Кстати, вы никогда не обращали внимания, вот, почему мы говорим Вавилон, а в Европе говорят Бабилон. Почему мы говорим алфавит, а все европейцы говорят альфабет. Почему мы говорим Варвара, а они говорят Барбара. Почему мы говорим Василий, а они говорят Базилий. Никогда не привлекала ваше внимание такая странность. А это вот как раз потому, что я вам рассказывал о языках. Дело в том, что это все греческие слова, которые в Европу попали через латынь, ну, соответственно, еще во времена Римской империи, очень давно. А к нам они попали с переводом Библии на славянский язык, то есть почти через тысячелетия после этого. А за это время изменился греческий язык. Такие вот переменные языки, они, кстати, позволяют датировать текст. И буква, которую мы называем бета, она теперь произносится как В, как звук В у греков. Поэтому у нас, конечно, это называется алфавит, как его тогда и называли греки. И, соответственно, Варвара, Вавилон, Василий и так далее. Такой процесс был греческий. У нас вне кота превращались, менялись некоторые звуки. Это в любом нормальном языке происходит. Но я вам рассказывал уже про звук яти, который стал у нас е, а в украинском и. Вот. Значит, вот так это все было на Древнем Ближнем Востоке. Мы еще вернемся к нему. Я хотел бы продолжить немножко тот рассказ, который я начал вчера, о религиях. Есть очень любопытные религии подальше, к Востоку. Ну, про зороастризм я вам уже рассказывал. Зороастризм – это религия почти что монотеистическая. Но там имеется добрый бог и злой бог. Бог добра и бог зла. Кстати говоря, ни в каких других религиях этого нет. Кроме как на Ближнем Востоке. Вот на Ближнем Востоке впервые появляется понятие метафизического зла. Мы поговорим о нем на следующей нашей лекции. А, скажем, индийские боги, они хотя бывают и грозными, но они не злые. Это не боги зла. А, согласно зороастризму, существует два бога – добрый и злой. Они близнецы. Они родились, они родные братья, не просто братья, а близнецы. И еще в утробе матери один из них избрал добро, а другой зло. В этой религии впервые появляется учение о рае и аде. Ну, соответственно, значит, добрые будут в раю, а злые будут в аду. Потому что более ранние представления, если вы когда-нибудь что-нибудь читали об этом, это, ну, вот и в Библии это описывается. Вот так. Загробное царство – это мир теней, где живут вот люди. Тени, тени, тени людей. Там нет ни добра, ни зла, их там не мучают, и радости им там нет, а просто вот так они влачат, там какое-то жалкое существование. Вот это. Так они себе, так поначалу себе представляли люди. Загробное царство. В общем, интересно, что все, во всех мифологиях это так. У греков, у всех, у древних евреев поначалу тоже. И там же впервые появляется представление о грядущей победе добра над злом. То есть там эта религия учит, что предстоит битва, решающая битва между добром и злом, обязанность каждого человека по мере своих сил способствовать победе, этой победе добра над злом. И, соответственно, после смерти хорошие люди попадут в рай, плохие люди попадут в ад. Но зло, в конце концов, будет уничтожено. Вот это представление о последней битве между силами добра и силами зла, она потом многократно, многократно вдой воскресалов в религиях древнего Ближнего Востока. Вот этот самый Армагеддон и прочие всякие вещи. Но есть, может быть, еще более интересные религии. Религии, поосторожнее выразиться, религии без бога, так сказать. То есть боги там есть, но они существенной роли не играют. Вот религия древних индийцев, она как раз была именно такой. Там существуют боги. Много их. Определенных функций у них, как правило, нет. В отличие, скажем, от греческих богов. Но главным там является не это. Главным там являются два явления, нам плохо понятных и плохо известных, но сейчас ставших очень модными. Во-первых, существует понятие сансара. Сансара — это круговращение, перерождение. Умерший человек затем возрождается снова. Но не обязательно в том виде, в каком он был. Он может родиться, если он накопил много грехов в предыдущих жизнях. Он может родиться какими-нибудь гадостным животным, там, или в низкой касте, или что-нибудь еще такое. А если он, наоборот, накопил достаточно много заслуг, он может родиться царем и даже богом. Даже богом. Это так называемый закон кармы. То есть закон того, что всякое живое существо, всякое, касается не только людей, потому что всякое живое существо — это тоже, может быть, бывшие люди, бывший человек, накапливает за все свои жизни прегрешения и заслуги. И в зависимости от того, что превышает его, вот часто приходится видеть эти самые объявления, диагностика кармы и исправление кармы. Но это шарлатанство уже просто потому, что этого нельзя делать. В принципе, согласно принципу кармы, это невозможно. Если вам плохо, так ясно, что вы чем-то согрешили. Не надо никаких диагностик. Но ничего нельзя исправить. То есть исправить можно только одним способом — накоплением заслуг. А уж сколько вам понадобится для этого жизней, это зависит от того,